Это старый, закомплексованный человек, который мнет себя в таком земле. Обезьяннистого вида. Как? Привет, Америка, если смотрите. Теперь точно мне визу не дадут. Далее, Озерковская набережная у нас. Нет, я так тоже могу по этому, по навигатору. Ну и что? Помоги. Поехали. Что-то... У меня нет желания ехать на Садовая. Давайте мы припаркуемся, попробуем перепроложить маршрут, потому что Садовая, я успел разглядеть, там аж бордовая. Бордовая, и километров 5-7, наверное. Так, сейчас мы попробуем выбрать себе маршрут. Так, как еще можно проехать на трешку. Да тоже суваться туда, туда нужно отъехать днем, когда Москва-Сити можно заснять. Ну, самое лучшее, наверное, домой вернуться уже. Только полчаса уже катаемся, больше не часа. Пару серий движения по ночной Москве. Давайте мы, наверное, построим маршрут до дома. Может быть, пока едем домой, еще куда-нибудь свернем. Да, может... Сейчас вообще можем ехать куда захотелось повернуть, туда и поверну. У меня порой бывает такое настроение, когда хочется поездить. Сейчас с левой стороны катер, не катер, а ресторан на воде, там, пароход. Как-то мы разговариваем, перебивая. Да? Да. Все. Настроение бывает порой покататься, подумать, поразмышлять. Ну и в такие моменты едешь. Едешь куда хочется, куда глаза глядят. Вот кто-то бы опять просел по набережной Яуза. Вот слева Яуза. Не помню логины. Кстати, совсем забыл сказать. В самом начале видео хотел поблагодарить, но что-то вылетело у меня из головы. Это, ну, как первая попытка комментаторства, что ли, скажем. Еще... Мы, в общем, только тренируемся, учимся. Ну, в общем, хотел сказать, поблагодарить тех, кто поддержал наш проект, кто внимательно смотрел все видео. Видели, наверное, что у нас некоторые видео начинаются с заставки, что мы лишились одного из основных спонсоров наших дальних перегонов. Так, это садовая вроде бы, да. Да. Вот. И просто сделали объявление... Садим и невесты. С просьбой, скажем так. С просьбой помочь кто чем может. Ну, откликнулись, откликнулись. Были перечисления. Там, по-моему, порядка четырех или пяти перечислений. По пятьсот рублей, по тысяче рублей. Пересылали. Огромное спасибо. Ники, к сожалению, сейчас не помню. Может быть, если это войдет в регулярную практику, будем в начале видео благодарить всех своих подписчиков. Так, это что у нас? Да, я тоже присоединяюсь. Трогательно. Спасибо за поддержку. Я не думаю, что это продлится долго. Вот. Все-таки выкарабкаемся с ситуацией. Так, слева мы проехали сейчас в Павелецкий вокзал. Здрасте. Здрасте. Вон он, Павелецкий вокзал. Ой, е-мое. А я думал, что мы, знаешь, где мы. Я думал, я думал, подъезжаем к трех вокзалам. Мы сейчас ныряем в туннель. Из туннеля направо. Еще раз направо на Большую, на Люсиновскую улицу. Вот так вот. А я думал, совсем в другом месте мы находимся. Думаю я. Да. Мне показалось, что проехали над Олимпийским проспектом. Ну, если бы мы дальше ехали по набережной, мы бы там оказались. Ну, посмотрим, если видео нормальное, светлое, то нужно будет это не перезаписать. Если видео опять-таки темное и не удастся тогда откорректировать, то придется ехать второй раз. Надеюсь, дождя не шутят. Ну, как учебное пособие для тех, кто хочет научиться ездить по Москве, ну, пожалуйста, уже скоро полночь. В том, что движение остановится, не будет автомобиля, надеяться не приходится. Ну, Москва у нас никогда не спит. Москва постоянно в движении находится, поэтому надеяться, машин не будет. Это наивно, да. Это не наивно, это не будет такого. Вот, проехали метро до Брынинская с правой стороны. Так, это мы уже, получается, едем из-за центра в сторону области. Съехали с Садового на Люсиновское. здесь, на Люсиновской, чем, ничем, она не примечательна, на мой взгляд. тем, что ты еще раз проехал здесь. Ну, за исключением, может быть, только страшных ночных бабочек. Ну, что такое? Прости, дедки. Откуда вы они здесь? Они все на трассе. Нет, они здесь тоже есть. Толстые, старые. Да, сынок. Ну, что? Так, блин, мои секреты. Стал таксист. Стоит и ждет. Вот особенность варителей определенной национальности, потому что они считаются как у кого-то земли, самыми главными на дороге. Независимо от положения на дороге. И вот, когда была авария, что-то так. Музыка. Музыка. да, но нет, я другой на самом деле. Видимо, дождь распугал всех этих представителей этой профессии. Ну, либо дождь, либо 11 часов в воскресенье. Да, мы опять, получается, вернулись, сделали круг. Справа у нас Даниловский рынок. Справа же у нас длинный дом-корабль. Слева арбитражный суд. Малоговая. И слева же у нас Ереван-Плаза. Ну вот, я продолжу эту аварию, показали, по-переди, за рот. Очень радостно, очень радостно, что помню. Этот микроавтобус от федеральной трассы стал разворачиваться. Он не увидел или не посчитал нужным увидеть его, потому что затормозит фура. Ну, и в итоге фура у него наехала. Трое погибших. В том числе погибли водители. Вот такие напрашиваются у него. Естественный отбор, что ли. Это абсолютное игнорирование того, что кроме тебя на дороге могут еще находиться люди. Еще водители. И разного уровня подготовки. Вот такие вот рекламные, вот эти вот парки. Вот эти вот парки. Вот эти вот парки. Смотрю, что знаки, какие-то указатели, которые стоят вон, в листах скачают девушкам. Реклама фитнес-центра World Class. Заметил, что ли? Вот парки, как ты рассчитывал. Дом нужен каждому. Ну, это социальная реклама, помощь. Собакам. Небо это за рука. Сколько стоит такой щит? Тысяч 10 в месяц? Сколько? Тысяч 10 долларов? Ну, нет, может чуть поменьше. Ну, вот все деньги, которые поступят на содержание животных, идут на оплату рекламы. Вот тебе и. Слушай, тут Нагорный проезд, да? Там метров, наверное, через 500. С левой стороны какой-то склад в магазине. Не знаешь? Ну, компьютерная там техника. Да, да. Что-то было. А как называется? Не помню. Самые низкие цены были? На Ю как-то, что ли? Юмор? Не знаю. А что-то там было. Ну, вот вы уже, наверное, ориентируетесь. С левой стороны. Вот это терминал Главпочтампа. Вот это логистический центр. Сам Главпочтамп находится на Тверской. А на Ларшавке, вот, вот отсюда, вот до Главпочтампа посылка идет. И делит вверх. Не до Главпочтампа, а до почтового отделения. Что еще примечания было здесь? Ничего. Справа метро. Справа же ЖД-платформа. Метро на Магатинской, да? Да. Слева улица Магатинская. Так. Напомню, что двигаемся по Варшавке пока. А, тут Сандуновские бани, по-моему, с правой стороны. Варшавские. Варшавские? Да. Надо как-нибудь съездить до Варшавской бани. Надо было Юлю взять с собой, чтобы она диктовала. Рассказывала. Направа Варшавка. М2 по указателям. А мы в сторону Домодедова. Можем, в принципе, и в Домодедову вырвануть. Доехать до аэропорта и обратно. Что, для бешеной собаки сто-верстный не крюк. Сто-верстный расстояние. Нет. Днем можно было бы поехать. Когда сверху там, по сторонам, по глазлению. Надо подобрать где-нибудь место, откуда видно взлёт и посадки самолётов. Ну, прямо на трассе. Мне вот попробовать, чтобы сам момент взлёта и посадки, попробовать поснимать. Вот я когда работал, в виде свободно-экономической зоны, только в районе Шереметьево. Вот там можно тоже встать на трассе. Там взлёт и посадка очень часто происходят. Постоянно. А, приехали, да хотел показать место. Это на сад. Сейчас проезжаем над Нахимовским проспектом. Надо проехать прямо американского посольства. Не знаю, что там демонстративно. Да. С плакатом. С плакатом. С плакатом. Минус семьсот. Минус семьсот пятьдесят. Это я расшифровую. Америкосы выстрелили тридцать пять наших дипломатов. Ну и наш симметричный ответ семьсот пятьдесят. А, семьсот пятьдесят дипломатов. Не троньте Россию, сколько вам уже было сказано. Я любую вашу мудрость рассеять непредсказуемую глупостью. Я любую вашу выходку. Что больше по Соборову поехали? По Московичу поедешь? Нет? Да, дальше. Вот подъезжаем. Метро Каширское. Слева и справа. А, нет, вот. Как раз поворачивает метро. Слева и справа. Метро Каширское. За ним, но сейчас не видно, управление внутреннее дело южного административного округа. Как, только по воротам на Франции. Автомобили включили правые повороты, подходят на Пролетарский проспект. Вон, упирается в эту, да? В Медицкую. Странно, здесь на самом деле на Каширке в центр разрешённая 80, на Каширке в область разрешённая 60. Судя по всему из-за того, что... Ну это временный знак, тут наверное ремонт. Не-не-не, это уже давненько. Не, ну жёлтого цвета вынесли. Это, мне кажется, связано с тем, что полосы узкие сделали. Раньше полосы были пошире, разрешённая 80 здесь была. Возможно, я на этом не буду как-то внимания. Так, слева Мельфи. За Мельфи автосалон, маршал авто. Александр Маршал, держи автосалон. Вы знаете все, наверное, Александра Маршалова. Привет. Ну, что мы делаем? Едем домой или свернём в сторону Царицыно, поедем прямо в сторону Тамадеда? Да, не плохо. Или в сторону Братеева Марина? Или в сторону Братеева Марина? Да, я в доме не могу. Посмотрение на качество видео. Справа КИБДД, также отделение полиции 42-го. Ты помнишь, да? Да. Я не помню, сколько раз бывало там. Я помню. Я всё помню. Ну и сколько? Сколько раз я вас откупал оттуда. Дураки были, ой, дураки. Ну, господи, да. 16 лет. У нас в голове не было. Переходный возраст. Четыре часа ночи мне звонят. У меня вот как дурак просит, чтобы их вытащить. Да не только его, а и друзей его. Ну сколько? Только три-четыре раза ты ездил. Только сюда? А, больше не было. А в этом мы убрать не было. Убрать не было. Убрать не было. То есть и Сашка, да. Вот так вот на плёноте, посидите там до утра. Знаешь сколько раз сидели? До утра, до обеда и сутки. Ты... Много раз тебе ещё не звонили. Это звонили, когда там паспорт был с собой. Да я недавно узнал, относительно недавно, что вы в Питер ездили на собаках, блин. Сейчас поясню, что это такое на собаках. Вот, собственно, то самое место, о котором я рассказывал, когда мы выезжали. В этом кармане я занимаю правый ряд, чтобы исключить возможность того, что справа мне кто-нибудь прилетит. Ой, что значит... Здесь из крайнего левого ряда можно развернуться на Каширке в центр. Да, либо поехать на Борисовские пруды. Из среднего ряда только на Борисовские пруды. Из правого ряда, где мы стоим, либо на Каширку направо, в сторону Домодедова, либо на Борисовские пруды. В сторону Братеева, Марьина. Да. Так вот, что там с этими собаками? Вот не поверите, когда я узнал, я чуть в обморок не упал. Три дня их нету, потом появляются. Ну, думаю, в этом сидели. В компьютерном клубе где-то. А спустя 10-15 узнаю, что они ездили в Питер. Да, в Питер, когда играла сборная России со Словакией, в футбол. Без копеек денег. Без денег, без ничего, просто на электричках. Бесплатно. Ну как бесплатно? Убегали. Должны были платить, но... Всем вагоном убегали, да? Перебежками. Да нет, там когда фанаты едут, основная толпа, там особо и билеты не спрашивают. Там полиции-то особо нету, а у кондукторов там вообще могут отобрать и форму, и... В общем, они мимо проходят и не трогают фанатов. Потому что знают, что оштрафовать не смогут, высадить не смогут. На мой взгляд, фанаты это... Ну, не нормальные. Не, они не нормальные. Они... Это как армия, что ли. Они сплоченные. Сплоченные, своих там в обиду не дают. Вот так вот. Узнают неправду всё. Одноготную. Ну, это было лет десять назад. Сейчас тебе сколько? Тридцать. Твадцать. Даже пятнадцать, оказывается, так назад. Твадцать. Там все сидели... Это отчего? Нервничка. Твоему сыну двогодика всего. Два с половиной? Да три почти. Подожди. В ноябре три будет. Честнадцать исполнится, посмотрим. а вот собственно мы вернулись на борисовские пруды откуда неохота возвращаться домой поэтому поехали-ка мы сделаем небольшой кружок по противо в графе я уже в этих видео там три серии ну там какие серии? что я просто проезжаю там мимо? ну вот выезжал на мост на ледвинку давай таксовать а сейчас сейчас очень плохо таксовать официально не устраиваюсь потому что все через приложение заказывают хотя пока мы ехали я успел разглядеть две руки то есть два человека голосовали справа борисовские пруды слева москва-река справа где вышка вот эта электрическая видно не видно ее там огромный участок незадействованной земли и там хотели построить да неважно мы сейчас будем поворачивать на светоходе это я говорю не очень мне нравится картинка темная слишком на компьютере по-другому будет видно так вот здесь вот видно даже огороженный серебристым забором это он сейчас серебристый а так он зеленый вот здесь хотели построить по-моему самый большой в москве аквапарк ну может быть не самый большой но в общем хотели построить аквапарк но по каким-то причинам стройку заморозили уже года два наверное да года два просто отцепленное место не поделились наверно либо нашли что-то здесь же были выселки выселки может нашли что-то и пока особо не особо не афишируют что нашли а может может вода там подземная но этот пруды то рядом на берегу прудов практически считаю слева борисовские кладбища проехали не да оно довольно давно уже закрыто кладбище? да в смысле закрыто? или еще хоронят там а не вот этого не знаю да давно уже закрыто территорию лет пятьдесят подождут и потом пусть этот подхоз нужно на костях построят но я бы никому не советовал торговый центр? нет или дом построят да на этом месте да ну таких торговых центров как грязь и блин куда ни плю везде торговый центр без подковки москва город возможностей москва город для молодых амбициозных для энергичных москва город слева метро борисово борисово справа у нас пар метро какое там наконечное алмадинское да метро алмадинское да метро алмадинское не слишком темно что на готов нет по этому маршруту насчет можно проехать в светлое время или же на папу нас 1 1 пробная ночная поездка посмотрим чё поводу я имел виду видовое что посмотреть мы можем один и тот же маршрут делать и днем и ночью и утром и в обед и в полдник место обеда за отдельную плату пересекаем как вы понимаете догадываетесь юбленская улица ну или бесединское шоссе вокруг вот и указатель перед тобой ну я называю подождите на бесединское потому что это бесединское шоссе люблинка начинается ну вот либо от моста либо сразу за мостом скорее всего сразу за мостом короче я позорил длина люблинка переходит в волгоградку волгоградка в трешку а трешка по кругу а трешка в четверку как это шутили во времена пушкова когда запустили дверь не транспортное кольцо дайте нам четвертую мы четвертую забьем пробками ну это спальные районы здесь смотреть-то особо нечего дома дома школы садики поликлиники я думал тут светло будет этот наконечный ну вот прямо и чуть правее у нас метро алма-атинская да скучное место здесь ну это спальный район нет я имею ввиду возле метро тут же запретили строить эти шаур-мода разную бижутерия я думаю не будем мы доезжать до самого метро он метро наискосок справа не видно его видно так крышу повернем налево просто если дальше мы повернем налево там они там перепутал улицу этого там куча лежачих полицейских а это не там справа два рядом торговых центра вектора но они называются по-другому от собрава и dc ключевой вот в dc ключевом делают очень вкусную пиццу ничего вкусного нет там не знаю мне нравится я все время беру я тебе больше не буду брать тебе не нравится ничего вкусного нету там мне будешь заезжать в Чайханов номер один именно на Арбате да? нет почему она по моему и ух котенок она по моему и тут у нас где то на юге есть да их полно по москве по моему даже на кошерке она этот чайхана на кошерке нет есть в марьино в марьино да полиция что-то приехала справа опять упираемся в улицу борисовские пруды сделали такой небольшой квадратик мы вот теперь проблема где дома припарковаться но я думаю что мое место всегда свободно на него почему-то никто не встает ну дураков нет машин не просто знаю что это место старшего подъезда я по совместительству еще и старший по подъезду начальник ну а сейчас приедем увидим заняли не заняли вот а сейчас перед мостом если повернуть налево там на расстоянии наверное метров шестьсот или пятьсот находится порядка десяти или двенадцати лежачих полицейских там один за другим один за другим да пешеходные переходы с двух сторон огороженные лежачими полицейские здесь у нас тоже недавно камеру новую повесили сорок разрешенная ну мне кажется уже все знают что если разрешенная сорок а ты будешь ехать пятьдесят девять то тебе штраф не придет шестьсот шестьсот один шестьсот два уже приходят шестьсот даже может не придет шестьсот один шестьсот два я не могу ее сменять кстати здесь у нас справа девятнадцатого вот камера как раз над нами справа девятнадцатого двадцатого августа у нас пройдет международный фестиваль фейерверков второй год подряд они выбирают это место называется братиевский каскадный парк зрелище просто потрясающее ты повторяешь меня почти слово в слово да ты уже говорил это я вот в нем когда вот ты ездил я вот обрабатывал видео то же самое почти слово в слово ну и что ну я говорил по моему три дня не 22 там 19 20 августа приезжать будут хедлайнеры ума турман уже есть да уже есть кто будет выступать я не помню там три три выступальщика ума турман помню сопрано с кем-то там не будем торопиться от этого совсем не помню вот но мы в любом случае запишем наверное и видео всего салюта там будет порядка восьми или десяти стран и каждым дается выступление там по 15-20 минут или по 10-15 минут где-то так ну в общем я думаю за два дня видео ну вот и за 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 день часа два может быть потому что там с перерывами перерывах тоже всякие да там конечно в общем у кого есть у кого будет возможность приехать посмотреть и это повторяешь приезжайте посмотрите не пожалеете можете вконтакте найти группу международный фестиваль фейерверков я там тоже довольно таки активно участвую в переписках в комментариях и так далее в принципе по физиономии найдете меня потому что раньше на видео о трассах россии ты был молодой нет фотография была та же самая что и у меня на заставке вконтакте ну момент истины да да свободно место да или нет или не свободно свободно я же везунчик свободно вот он сейчас встанет туда не встанет мы его сейчас выгоним и встанем ой кто же это приехал то или реально да наверно прямо сюда и будет вставать или нет нет уехал уехал мое место слева свободно вот придут на доброжелатели и проколят колесо сам себя расшифровал помочь? нет нет не нужно что мне помогать тут эх столбик милая так ну все приехали спасибо за внимание поездка окончена окончена о поля